Забыть – значит предать. Акция под таким названием, которую организовали тренеры детско-юношеской футбольной лиги Севастополя, проходит в городе Герои уже в пятый раз. Ежегодно у памятника первым жертвам Великой Отечественной войны собирается более полусотни ребят. В руках у каждого – красная гвоздика, как символ всенародной памяти. Память севастопольцев, погибших на рассвете 22 июня 1941 года, юные спортсмены почтили минутой молчания. Это важно для всех. Это важно, прежде всего, для наших детей. Важна память. Даже можно сказать не то, что память, а понимание того, что происходило. Оно же время уходит, забываются некоторые моменты. А если мы не будем рассказывать, если не мы будем учить, если не мы будем напоминать, придут другие люди и повернут таким боком, что мы потом этому всему не обрадуемся. Улица Константина Павловича Нефёдова, ранее Подгорная, знаковое место для каждого севастопольца. Именно здесь утром 22 июня 1941 года раздался один из первых взрывов Великой Отечественной войны, который унёс жизни 21 мирного жителя. Мы не только празднуем победу над врагом, но и понимаем, какой ценой она досталась. И каждый раз, возвращаясь к 22 июня 1941 года, мы ещё раз напоминаем о тех, кто погиб, не находясь на фронтах. О том, что война – это жертва не только среди военнослужащих, о том, что даже не понимая, каким будет финал, всё равно продолжали сражаться и продолжали выполнять свой долг. Прежде чем приводить детей к этому памятнику, их надо собрать отдельно, объяснить им, что это такое, когда произошло, и наглядно показать, ну, к примеру, чтобы они могли представить, что такое мина, которая упала здесь в три часа с небольшим в 1941 году. Ведь вес мины был 989 килограмм, количество взрывчатого вещества свыше 200. Вот когда это всё детям мы расскажем, они придут сюда с интересом, с удовольствием посмотреть место, где это произошло. Эти ребята понимают, зачем сегодня собрались здесь. Тренеры много времени уделяют патриотическому воспитанию, организовывают экскурсии по историческим местам Севастополя и тематические уроки. Я испытываю гордость за всех людей, которые проливали свою кровь за будущее поколение. И я считаю, что мы должны подавать хорошие примеры, гордиться и помнить об этом. В этот день ребята услышали много важных и правильных слов. Но главное, чтобы они поняли, война – это не просто параграф в учебнике по истории, а трагедия, которой нельзя позволить повториться. Дарья Гзюнова, Юрий Реутин, Севанформбюро.